В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы. По данным Бюро национальной статистики, стоимость одной пачки в среднем выросла на 19% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители столицы сразу на 24,3%. В пятёрке регионов антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Жамбылская области, а также город Алматы. Наименьший рост зафиксирован в Павлодарской области на 12,5% за год. Денежные расходы домашних хозяйств на табачные изделия составили в среднем 11,5 тысяч тенге на 9,4% больше, чем годом ранее. Больше всего на табачные изделия тратили жители Северо-Казахстанской области 20,5 тысяч тенге в квартал на домохозяйство. Одними из главных курильщиков можно также назвать жителей Павлодарской и Акмолинской областей. Наименьшие затраты были отмечены в Шимкенте, Мангистауской и Туркестанской областях. Почему мы каждый год увеличиваем акциз? Одна из причин – сократить потребление табачных изделий, уменьшить вред здоровью человека. Это долг правительства. Если говорить о цене, то согласно приказу Министерства финансов, у нас в стране определена самая низкая цена. С 2024 года планируется вновь повышение акцизов на табак. В Казахстане курит каждый пятый житель республики. Еще 10% населения являются пассивными курильщиками. Почти половина из числа активных выкуривают в день от 15 до 24 сигарет. При этом в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявляют, что потребление традиционных видов табачных изделий в стране сокращается. Несмотря на недавнее повышение цен, Казахстан остается в списке стран с самыми дешевыми сигаретами. Согласно рейтингу агентства Пикоди, самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20 сигаретами стоит более 25 долларов. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение числа курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 года увеличивался на 12,5% ежегодно. К группе стран с самыми дорогими сигаретами также относятся Новая Зеландия, Ирландия и Великобритания. На другом конце рейтинга оказалась Нигерия со средней ценой 1 доллар за пачку. По данным правительства, с 1 июля цены на табачные изделия в Казахстане вновь вырастут. Члены Кабмина предложили поднять минимальную стоимость одной пачки до 710 тенге, а с 1 января 2024 года до 770 тенге. Казахстан в 2006 году ратифицировал рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Правительство должно выслушивать точку зрения всех, в том числе промышленности и индустрии, но влиять на конечные решения производители никак не должны. 70% населения страны выступает против курения. Заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Адриана Бланко. Крупнейшие предприятия Казахстана по производству сигарет только за 9 месяцев прошлого года произвели товаров на 206 миллиардов тенге. Это на 21% больше, чем за первые 9 месяцев 2021 года. Основным фактором роста стал высокий спрос на сигареты. Индекс промышленного производства увеличился на 15%. Согласно данным Бюро НАЦ, статистики, общий стоимостный объем произведенной и поступившей из-за рубежа табачной продукции за 9 месяцев составил порядка 500 миллионов долларов. По данным ВОЗ, ежегодно употребление табака приводит почти к 8 миллионам случаев смерти, из которых более 7 миллионов происходит среди потребителей и около 1 миллиона среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. По статистике Минздрава за прошлый год от болезней органов дыхания в стране умерли более 13 тысяч человек, на 36,9% меньше, чем годом ранее. Спад объясняется ослаблением пандемии коронавируса. Чаще всего смерть от подобных болезней регистрировали в Алматинской области.